Однажды в маленькой деревушке, где жили разные звери, была одна мама-козел. Она была мудрая и заботливая, и у нее было трое веселых козлят, которые любили играть и веселиться в их уютном домике. Но однажды детишки проголодались, и мама-козел обнаружила, что в доме не осталось ничего, чтобы накормить их. Мама-козел беспокоилась оставить детей без присмотра, но зная, что голод угрожает их здоровью, она решила пойти на базар за едой. Перед уходом она сказала своим детям, слушайте, детишки мои, закройте дверь на замок, и никому не открывайте, пока я сама не вернусь. Дети послушно ответили, хорошо, мама, и мама-козел отправилась на поиски еды. В это время злой голодный волк, который поджидал возле дома, увидел, как мама уехала. Он подумал, если козел нет дома, значит, козлята одни. Это мой шанс их съесть. Волк подошел к двери козлят и громко стучал, дум-дум. Но козлята испугались и не открыли дверь, ведь они знали, что их мама никогда не стучит так сильно. Волк попробовал еще раз, на этот раз стуча помягче, но козлята все равно не открыли. Один из козлят спросил, кто там. Волк ответил, я волк, откройте дверь, я принес вам еды, ваша мама отправила меня к вам. Но козлята не хотели открывать, хотя голод уже сильно мучил их. Младший козленок, не выдержав, решил открыть дверь незнакомцу, и волк ворвался в дом, украл козлят и унес их к себе. Когда мама-козел вернулась домой, она обнаружила, что ее детишки пропали. Она была очень грустна и начала искать подсказки. Увидев следы и царапины по всему дому, она сразу поняла, что это дело рук волка, ведь в деревне был только один злодей, и это был он. Мама-козел поспешила к дому волка и стучала в дверь, дум-дум. Открой, волк, отдай моих детей, я знаю, что ты их у меня украл. Волк отвечал, нет, у меня нет твоих детей, уходи. Но мама-козел была так зла, что стучала все сильнее и сильнее, пока дом волка не начал трястись. Волк, который на самом деле не был храбрым, испугался и открыл дверь, признавшись, да, я украл твоих детей и съел их, а теперь хочу съесть и тебя. Но пока он говорил, мама-козел ударила его рогами по животу. И вдруг из дома волка вышли ее детишки, обнимались и извинялись за то, что ослушались маму. Волк больше не смог причинить зло никому, поскольку жители деревни выгнали его. Мама-козел и ее детишки были вновь вместе, и они поняли, как важно слушать и доверять друг другу. И с тех пор в деревне воцарился мир и спокойствие, и так заканчивается наша сказка. Надеюсь, она понравится маленьким читателям и научит их ценить семью и быть осторожными с незнакомцами.